Господин Президент, в очередной раз обращаюсь к Вам я, Людмила Форманчук. Ваша администрация направляет наши документы по адресу, но дальше всё возвращается на круги своя, потому что судебно-надзорная система работает неэффективно. Десять лет мы отставим свои права на справедливость судебно-разбирательства. Поэтому мы добиваемся, чтобы наше дело конкретно было рассмотрено председателем Верховного Суда России Лебедевым и комиссией Верховного Суда по рассмотрению жалоб на решение судей, на действие судей. Либо прокуратура вынесла надзорное представление на приговор Петрозаводского городского суда. Мой сын, Форманчук Анатолий Иванович, осуждён судом на основании сфальсифицированных экспертиз, автоэкспертом Седлецким и медэкспертом Мамоновой. В России не прекратятся кущевски до тех пор, пока проверку проводят прокуроры, не отвечающие за свои поступки. Пишущие безграмотные отписки. Судьи выносят несправедливое решение именем Российской Федерации. Такие, как судья Новосёлов и главный судья Карелии Таратунин, которые, не задумываясь, вынесли приговор. Единственный из всей этой цепочки, зампредседателя Верховного Суда Верин, вернул дело в Карелию на пересмотр. Но это дело вернулось в Карелию и попало вновь этим же людям, некомпетентным, непрофессиональным. У нас не любят, признавайте, тем более исправлять свои ошибки. Честь мундира, в кавычках, превыше всего. А следователь и прокурор, которые допустили ошибки в нашем деле, очень быстро поднялись по служебной лестнице. Моему сыну сейчас 29 лет. Из-за чудовищной судебной ошибки он не может в полном объёме работать по своей специальности. А как жить молодому человеку без веры в справедливость и в хорошие законы Конституции, которые они работают? Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вы как гарант Конституции, в которой закреплено право граждан России на справедливое судебное разбирательство, обязанным мешаться и помочь нашей семье восстановить нарушенные права и положить конец прокурорскому произволу в Карелии и конкретно в нашем деле. Продолжение следует...